Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. На месте, где работает Артурик, мы сегодня с вами посмотрим на МАГ-отель. Какие есть варианты размещения, сколько это стоит на территорию и какие услуги отель предоставляет. Приятного просмотра! Не забывайте поддержать нас лайком и хорошим настроением в комментариях от души. Адрес это улица Знойная, 8А Витязева. Здесь крайне мало расстояния до моря. Пляж на улице Мира. На выходе стоит мангал Артурика, на котором он жарит для вас. 47 видов блюд на мангале. Также есть столовая МАГ-отеля с правой стороны, фрукты, овощи. Все рядышком, все в доступности, дорогие друзья, продается. Мы заходим на территорию. Здесь есть внизу столики, за которыми можно посидеть, поесть. Есть балкончики во всех номерах. Практически кроме последнего этажа мы покажем и такие, и такие. Ну и самое главное, наверное, изюминка этого отеля, то что здесь два бассейна. С детской зоной и взрослой зоной. Бассейны здесь с подогревом. Если будет прохладная водичка, вам лучше, чтобы было тепло. Также есть лежачки, на которых можно загорать. Есть вот такие гейзеры в каждом и установка для поливания. То есть можно подойти, сделать небольшой такой массажик себе. Также в МАГ-отеле проводятся анимации, как для детей, так и для взрослых. У меня вчера, кстати, дочь была на анимации. Ей прям все понравилось. Она была счастлива. Это на самом деле очень хорошо. Теперь давайте пройдемся наверх. Я вам покажу еще. Тут есть два элемента для детских развлечений. Такая вот горка, качелька и детский батут. Также в этом месте как раз таки и проводятся детские анимации. Можете увидеть отсюда сверху, как выглядят краски бассейны и зоны отдыха. Есть душевые на территории, туалеты. Сейчас сходим в столовую посмотрим и зону отдыха с той стороны для взрослых. По парковке хочется добавить, потому что она здесь есть. И помимо того, что по фасаду, еще за отелем для гостей существуют парковочные места. Детская площадка и бассейн работают с 8 до 10. Далее идет уборка и подготовка уже к следующему дню. Столовый вход есть как с самого отеля, так и с улицы посещения. Можете видеть уютные столики. Столовую тоже держит у нас Гамлет. Так что еду мы практически всю уже пробовали. Можете посмотреть, как выглядит. То, что столовая закрыта, это как бы уже очень хорошо. Сырники 50 рублей, блинчики 30 рублей. Кактофель фит 120 рублей 100 грамм. Окорочка 90 рублей 100 грамм. Здесь есть блинчики с мясом 60 рублей за штучку. Запеканка 100 рублей. Обливные. В общем, смотрите, ценники я вам вот так вот аккуратно покажу. И как выглядят все блюда, чтобы вам было видно. Приходите, заказываете, кушаете. Также есть окрошка, салатики разнообразные. И, конечно же, сладкое. Чтобы вам было что-то поесть. Ну и более подробно по всем ценам можно увидеть вот здесь на меню. Допустим, борщик стоит 70 рублей. Я в этом году очень часто слышу, что цены подняли. Пишите обязательно ваши комментарии, как считаете. Ну и купив шашлычок у Артура и приехав отдыхать сюда, можно подняться на второй этаж, в котором можно купить крепкие алкогольные напитки. По вечерам здесь бывает музычка, есть дымные паровые машинки. В общем, все то, что вам может понадобиться и пригодиться. Зона очень хорошая. Здесь есть вся эта музыка. Мы обязательно в ближайшее время вам покажем, как здесь происходит отдых. Большой выбор разнообразных напитков. Теперь давайте пробежимся по номерам. Посмотрим, как выглядят они. Заезд с двух часов, выезд до 12 часов. Здесь на рецепшене можно обратиться, вам подскажут, что куда и как есть. Есть какие-то вопросы, есть термопод и куля. И также имеется лифт, которым можно воспользоваться. Также есть две лестницы здесь и там. Мы на лифте поднимаемся на четвертый этаж. На каждом этаже имеется водильная доска. Доступ к номеру осуществляется по ключу. То есть вы подходите, нажали, зашли. То есть освещение, электричество тоже полностью все включается по ключу. Ставим карточку. То есть все как в современных отелях. Сейчас мы с вами посмотрим трехместный номер. То есть у вас набор посуды для питья. Есть место, куда повесить вещи. Холодильник. Место для хранения ваших вещей. Такой вот шкафчик, пожалуйста. С плечиками. Все, что вам может понадобиться. У него засунули двухспальная кровать и односпальная. Есть вот такие вот брашки, которые можно включить. Сплит-система, телевизор. Также на территории работает Wi-Fi. Я практически всегда веду наши трансляции с Wi-Fi. Потому что сотовая сеть, видеть, из его как бы в сезон начинает проваливаться. Давайте посмотрим санузел. Полностью в плиточке. Туалет. Набор рыльно-мойных принадлежностей. Комплектованы номера фенами. То есть все, в принципе, что вам надо, есть. Санузел, хочу сказать, что довольно-таки большой. Незажатое пространство. И, конечно же, есть балкончики. В этом номере у нас балкон с видом на территорию отеля. Пожалуйста, можете увидеть. Стульчик. Место для сущилки. И вот такая вот красота. Первая половина дня. Все залито солнышком. И двойники тоже, что тепло-жарка. Вот такая вот красота с видом. Видите, зила. И везде одни отели. И зеркальце. Стульчик для девочек, чтобы привести себя в порядок. Сделать красивыми для нас мужчин. Посмотрели стандарт трехместный. Стоимость размещения сейчас 3000 рублей. Сейчас мы с вами посмотрим люкс шестиместный. И стоимость размещения здесь будет сейчас 6000 рублей. Люди пользуются гладилками. Мы заходим. Включаем электричество карточкой. Здесь у нас место для того, чтобы раздеться. Шкафчик для вещей. Дополнительные подушки. Потому что вот эти вот элементы. Они тоже раскладываются. Сюда можно, допустим, ребенка положить раскладываться. Здесь полноценное будет спальное место. Люкс у нас должен быть двухкомнатный. В принципе, что мы с вами здесь и видим. Такая большая прихожая. Холодильник, телевизор. Отсюда есть выход на балкон. Но мы выйдем с другой стороны. И может так быть поинтереснее. Здесь у нас имеется двухспальная кровать и одна спальная. То есть еще на три человека размещение. Также бутуарный столик, телевизор, сплит-система. И очень комфортно можно разместиться. Санузел. Тут очень большая такая душевая зона для помывки. Есть унитаз, раковина, зеркальце и фен. Большой балкон. Он совмещен с левой стороной. Здесь мы видим столик. Четыре стульчика. И вот такое большущее пространство. Также имеется место для того, чтобы посушиться шелком. Здесь у нас получается вид на базу отдыха Дюну. И наше черное, черное прекрасное море. Причем он панорамный. Я так понимаю, чем выше этаж, тем больше будет видимость. Рядочком улица Мира. Ну и туда море 150 метров пройти на пляж Мира. Место очень хорошее. С этой стороны прям вообще, смотрю, шикарно. Смотрим с вами четырехместный номер. Приехать сюда можно за 3500. Место для того, чтобы повесить одежду. Мне, кстати, этот номер, наверное, один из самых понравившихся. Сейчас вы видите все почему. Чищаем свет. Начнем с санузла. Санузел большой. Все так же стандартно. Фен. Зеркальце, раковина, унитаз, душевая. С этой стороны можете увидеть. Выглядит прихожая. Место для хранения. Шкафчик. Тем не нужным принадлежностям. Здесь пудуарный столик. Ну и сразу обратите внимание. Просто очень большой номер. То есть очень много места. То есть и мама, и папа, и двое деток. Здесь лягут очень хорошо. Холодильник, телевизор, сплит-система. Все есть. Я вот здесь вышел на балкон. Для меня это... Ну, вид на море, вид на море. Тут можно тоже подпрыгнуть, разглядеть. Но самое красивое, то что мы выходим. Здесь такая прям, знаете, вот так поляна. Так и прям закрытый тенечек. Хорошо. Столики, четыре стульчика. Место для сушки вещей. Собственно, пожалуйста, приезжайте, отдыхайте. Есть номера без балконов. И, соответственно, они будут стоить дешевле. Сейчас мы с вами посмотрим за пять тысяч. Также шестиместный номер. Мы находимся на седьмом этаже. И можете увидеть. То есть, в принципе, наполнение номеров везде одинаковое. То есть, вот комната большая. Но здесь отсутствие балконов. Это же может быть по простору не смотрится. Вот с таким вот видом подойти. Глянуть. Есть сушилка, холодильник, телевизор. Место для вещей, место для хранения. И еще одна комната, в которой у нас также три кровати. Будуарный стойк, телевизор. Есть сплет-система. Также отдельная для вас. И, конечно же, санузел в том же самом исполнении. Зеркальце, фен. То есть, абсолютно все, что вам надо. Сейчас мы с вами посмотрим трехместный номер. Стоимость у него на данный момент 2500 рублей. То есть, дешевле, чем с балконом. А здесь балкончика нет. Можем увидеть также место для того, чтобы повесить вещи. Тут удобно. Честно, вышел, только бац, посмотрел, красивый или нет. Также имеется санузел. Включаем свет, заходим в наполнение. Они все, мне кажется. Идентичный санузловый фен. Душ, туалет, раковина, зеркальце. И здесь три кроватки. Телевизор, сплит-система, тумбочки, бадуарные столики, место для хранения с холодильничком. То есть, весь набор одинаковый, но будет стоить дешевле. Уборка в номерах проводится генерально раз в 4 дня. Если вам надо влажную произвести, вы подходите на рецепшн и просите, чтобы вам убрали. И по требованию вашему производят уборку номеров. Продолжение следует...